Ваше присутствие здесь собранием рабочего коллектива, который в принципе на сегодняшний день может решать такие вопросы без согласования с бывшим руководством, принимая решение самостоятельно. То есть рабочим коллективом может принято быть решение о том, что в дальнейшем это предприятие будет коллективным хозяйством. Не частной собственностью, а коллективным хозяйством у вас будет возможность избрать свое руководство и продолжать вид деятельности, которым вы занимались, самостоятельно. Документы и все, что связано было с вашим предприятием, кто был хозяином и чем люди сейчас занимаются, то в любом случае это решение необходимо принимать. Как оказалось, господа владельцы на данный момент находятся в блоке партии господина Порошенко. До этого я не знал, не сталкивался с тем моментом, но когда узнал, очень интересно стало. Но это одна сторона, чем сейчас занимается господин Порошенко, все прекрасно знают, а значит его помощники занимаются тем же, правильно? Ну да. Ну это одна сторона медали. Вторая сторона медали, которая еще, скажем так, хуже, это то, что господа пытаются обанкротить все эти предприятия, а что с ними будет далее, неизвестно. На сегодняшний день банкротится ваша птицефабрика, банкротится в Харьковской области и все эти предприятия, скорее всего, будут или перепроданы кому-то, или еще что-либо с ним может случиться, или перенесены, вот как сейчас уже некоторые предприятия, они переносят в Венецкую область. То есть, соответственно, вас с собой не возьмут. Конечно. Естественно, ее достаточно продать, вывести оборудование, продать кому-то, или еще что-либо. Но мы не в Украине, а в Новороте. Вот именно, вот поэтому я сейчас здесь перед вами и хочу, чтобы вы приняли коллективное решение, в будущем, на сегодняшний день, хозяевами этого предприятия. То есть, именно теми людьми, которым оно и принадлежит, по большому счету. А учитывая то, что это предприятие было построено еще в советские времена, ну, скажем так, бывшему хозяину, господину, спасибо. Дальше сами. И вернем все государству. Дальше сами, да. А он забрал то, что обвинял. Тем более. Он сюда не влаживал. Он ничего не влаживал, кроме курики. Чтобы она заработала. Необходимо это с юридической точки обосновать, чтобы уже больше ни у кого никаких претензий не было. Чтобы, если в пойдушке какие-то вложили, чтобы вы работали спокойно, никто не мог предъявить никаких претензий. Это сейчас необходимо будет сделать вашему коллективу. То есть, оформить это документально. Вот, господин юрист, вам будет дальше более толково, чем объяснить. Рассказывать. Значит, я не буду очень сильно умничать. Могу сказать только одно... Хотя может, конечно. Спасибо. Скажу одно. Действительно, пора уходить от практики, когда есть один хозяин, а все остальные на него работают. Мы хотим сделать так, чтобы каждый из вас был хозяином всего того, что здесь есть. И на самом деле, это не только слова. Это можно сделать. Причем, и оформить это тоже можно так, что никто к этому не подкопается. И более того, если здесь появятся, как Алексей Борисович сказал, старые, новые, новые, старые хозяева, то можно будет им абсолютно законно сказать нет, и они развернутся и уйдут. И сделать, по большому счету, для этого нужно не так много. Ваш коллектив должен определиться, кто войдет в состав учредителей нового предприятия. Хотя, наше предложение, чтобы вошли все. Нужны будут паспортные данные каждому из вас. Все остальные документы мы составим. Еще раз соберемся. Соберем ваши подписи. И уже в Новороссии появится первая народная пистолетия. Где каждый из вас будет не только работником, но и хозяином. Для начала вам необходимо этот нюанс обсудить. Потому что навязывать мы не собираемся эту систему. Все будет зависеть от вашего желания и дальнейших стремлений к тому, чтобы действительно это предприятие осталось. Действительно для того, чтобы это предприятие начало работать, производить продукцию, и вы продолжали получать заработную плату и так далее. Но это все зависит от вас. На сегодняшний день только от вас. Вы должны стать нормальным трудовым коллективом, хозяином этого предприятия. То есть хозяин не в одном лице, какой-то неизвестный человек, неизвестно откуда. А каждый из вас должен стать частью этого предприятия. Тогда у нас будет порядок. А это уже вам тоже на месте решать. Трудовому коллективу необходимо будет избрать правление, которые будут и заниматься руководящими вопросами. Это само собой, что в рабочем коллективе в любом случае должен быть кто-то, кто ответственный. Отвечать за производство, отвечать за трудовый коллектив и так далее. Это в любом случае необходимо будет сделать. Ваша задача сейчас не дать этому умереть и позволить дальше развиваться. То есть небольшой шаг национализации предприятия начнем с вас. Хотя, слово национализация... Мы все за, только нужна техника нам. Во вторник уже будет здесь. Ну как, вы смеетесь? Воду делать надо. Экскаватор нужно. Экскаватор нужно. Стоит перед нами. И летучка. По техническим вопросам, уже все договорено, во вторник будет. Для начала мы должны были спросить у вас согласия. Совершенно правильно. И работа нужна, и сейчас продукты питания тоже нужны. Это немаловажный фактор. Кому-то или еще что-то. Но мы не в Украине, а в Новороте. Вот именно. Вот поэтому я сейчас здесь перед вами и хочу, чтобы вы приняли коллективное решение в будущем на сегодняшний день хозяевами этого предприятия. То есть, именно теми людьми, которым оно и принадлежит. По большому счету. А учитывая то, что это предприятие было построено еще в советские времена, ну, скажем так, бывшему хозяину, господину, спасибо. Либо дальше сами. И вернемся у нас сюда. Дальше сами, да. А он забрал то, что вы приняли. Тем более. Он сюда не вложил. Он ничего не вложил, но не вложил. Он вообще никак не ездит. Это очень приятно. Чтобы она заработала. Необходимо это с юридической точки обосновать, чтобы уже больше ни у кого никаких претензий не было. Чтобы если пойдут какие-то вложили, чтобы вы работали спокойно, никто вам не мог предъявить никаких претензий. Это сейчас необходимо будет сделать вашему коллективу. То есть оформить это документально. Господин юрист вам будет дальше более толково, чем объяснить. Рассказывай. Значит, я не буду очень сильно умничать. Могу сказать только одно. Хотя может, конечно. Спасибо. Ну, хорошо. Скажу одно. Действительно, пора уходить от практики, когда есть один хозяин, а все остальные на него работают. Мы хотим сделать так, чтобы каждый из вас был хозяином всего того, что здесь есть. И на самом деле это не только слова. Это можно сделать. Причем и оформить это тоже можно так, что никто к этому не подкопается. И более того, если здесь появятся, как Алексей Борисович сказал, старые, новые, новые, старые хозяева, то можно будет им абсолютно законно сказать нет. Они развернутся и уйдут. И сделать, по большому счету, для этого нужно не так много. Ваш коллектив должен определиться. Порошенко, до этого я не знал, не сталкивался с тем моментом, но когда узнал, очень интересно в целом. Но это одна сторона, чем сейчас занимается господин Порошенко. Все прекрасно знают, назначили его помощник и заниматься тем, правильно? Ну да. Ну это одна сторона медали. Вторая сторона медали, которая еще, скажем так, хуже, это то, что господа пытаются обанкротить все эти предприятия, а что с ними будет далее, неизвестно. На сегодняшний день обанкротится ваша птицефабрика, обанкротится в Харьковской области, и все эти предприятия, скорее всего, будут или перепроданы кому-то, или еще что-либо с ним может случиться, или перенесены, вот как сейчас уже некоторые предприятия, они переносят в Венецкую область. То есть, соответственно, вас с собой не возьмут. Конечно. Ну, они тоже будут не доставать. Естественно. Ну, ее достаточно продать и вывезти оборудование, продать. Кто войдет в состав учредителей нового предприятия, хотя наше предложение, чтобы вошли все. Нужны будут паспортные данные каждому из вас. Все остальные документы мы составим. Еще раз соберемся. Соберем ваши подписи. И уже в Новороссии появится первая народная предприятия. Где каждый из вас будет не только работником, но и хозяином. Для начала вам необходимо этот нюанс обсудить. Потому что навязывать мы не собираемся эту систему. Все будет зависеть от вашего желания и дальнейших стремлений к тому, чтобы действительно это предприятие осталось. Действительно для того, чтобы это предприятие начало работать, производить продукцию, и вы продолжали получать заработную плату и так далее. Но это все зависит от вас. Ваше присутствие здесь с собранием рабочего коллектива, который, в принципе, на сегодняшний день может решать такие вопросы без согласования с бывшим руководством, принимая решение самостоятельно. То есть рабочим коллективом может принято быть решение о том, что в дальнейшем это предприятие будет коллективным хозяйством. Не частной собственностью, а коллективным хозяйством. У вас будет возможность избрать свое руководство и продолжать вид деятельности, которым вы занимались, самостоятельно. Документы и все, что связано было с вашим предприятием, кто был хозяином и чем люди сейчас занимаются, то в любом случае это решение необходимо принимать. Как оказалось, господа владельцы на данный момент находятся в блоке партии. Партии господин.